Друзья, всем большой привет! У нас сегодня пятница. Я уже готовлюсь к приезду завтра гостей, поэтому сегодня уже начала готовить блюда разные. Людей у нас будет немного, 4 человека, из них 2 детей. Вот, посидим. Надеюсь, все будет весело и интересно. Значит, что я готовлю? Ну, прежде всего мы будем делать шашлык на гриле. Хочу запечь рыбу, запечь картошку в духовке. Хочу еще сделать из фарша гнезда, такие из фарша, они называются сырами и помидорами. Покажу вам рецептик. Потом мариную грибочки, мариную помидоры. Сделаем морковку по-корейски. Хочу сделать сырную тарелку такую с оливками. И десерт. Десерт будет трифл с ягодами, с кремом. Думаю, что будет вкусно. И сейчас я уже начала готовить, так как сегодня за день уже мариную. Сейчас вот после обеда уже мариную то, что можно сегодня замариновать, и то, что нужно, чтобы оно до завтра настоялось, пропиталось. Сегодня хочу сделать маринованные грибочки, помидоры, морковку. И сделать, испечь хочу бисквит и какие-то заготовки. Еще салатик хочу сделать, поэтому сделаю заготовки, творю там филе и так далее. По поводу рецептов. Некоторые рецепты вам засниму. Думаю, вам будут полезны, интересны. Некоторые рецепты снимать процесс не буду, потому что они уже есть на моем канале. Я вам напишу название и ссылочку в описании. Поэтому, кому интересно, переходите по ссылочкам и смотрите рецепт. Все. Я уже приготовила помидоры. Сейчас вам покажу. И начинаю дальше сейчас мариновать грибочки. Здесь уже немножко подготовила посуду, что нам нужно будет для всего. Подготовила порционные тарелочки, вилки, ложки. Но все еще надо будет протереть, понятно. Салфетки. Эту кастрюльку подготовила для шашлыка. Люблю все заранее готовить, но не за неделю, конечно. Но в предыдущий день уже готовлю. Не люблю бегать. Вот уже завтра более размеренно люблю в последний день перед гостями. Чтобы не быть вот такой уставшей никакой. А быть свеженькой, красивенькой. И уже совсем готовым накрытым столом. В общем, это все приготовила. Заранее стол помыла сегодня. Только скатерть. Нужно будет вечером погладить. А сервировку уже буду делать завтра. Что я уже приготовила? Я уже успела приготовить маринованные помидорки. Не могу вам переликать, какой запах невероятный вкусный летний стоит в квартире. Все-таки вот этот сельдерей, петрушка, чеснок дают вот этот невероятный запах. Уже все замариновала. Этот рецепт есть у меня на канале. Буквально недавно их делала. И обязательно оставлю ссылочку в описании под этим видео. Заходите, делайте. Очень вкусные помидоры. Уже многие делали, уже пишут мне, что всем нравится. Поэтому советую от души. Кстати, этот рецепт в прошлом году набрал в моем ТикТок уже 4,9 миллиона просмотров. И до сих пор держится вот сейчас просто идут большие рейтинги на этом видео. Потому что все готовят как раз такую летнюю закуску к шашлыку. Я думаю, это просто лучше уже не бывает. Сейчас все замариновала уже. Накрываю пленкой пищевой и в холодильник. До завтра. Второе блюдо уже тоже готово. Грибочки хорошенько протушились. И сейчас остынут хорошо. Убираю вот этот сэжевый, да, здесь вот этот маринад. В миску туда добавляю укропчик, чеснок выдавлю. И все. Тоже накрываю их и в холодильник до завтра. Рецепт, ссылочку точнее на рецепт тоже оставлю в описании под этим видео. Здесь у меня уже тоже варится дешиная грудка на салат. И также на салат варятся яйца. Но делать я его буду уже завтра утром. Просто сегодня я решила все отварить. Тоже пойдет в холодильник пока. Я уже успела начистить морковку на морковку по-корейски. Сейчас она немножко промою ее. Полежит водички, промою. Дима натрет ее на терке. Вот этой, которая для корейской, корейских салатов. Потому что я не умею на ней это делать. Он быстро достаточно это делает. Натрет ее и потом я уже заправлю все. И тоже пойдет в холодильник до завтра, до обеда. Ссылочку тоже оставлю на нее. Потому что я ее делала уже на канале. Как всегда в описании под этим видео будет ссылка. Так, а теперь принимаю за приготовление гнезд из фарша. У меня свиноговяжий фарш. Добавила сюда красный перец молотый. Чеснок сушеный. Соль и черный перец. Ну, у меня белый, можно черный. И оливковое масло. Сейчас все это хорошенько перемешаю. Соединю. И буду формировать гнезда. Вот такие вот круглые из фарша. Также нам понадобится для этого рецепта помидорки. Сейчас буду их мыть. Сыр. У меня тертый, натертый. Вы берете любой. И зелень. Все, приступаем. Так, вот такие гнездышки у меня. Ну, гнездышки. Средние гнездо у меня получились. 9 штук из этого фарша. Сейчас вот нарезала меленько так помидорки. Сейчас... О, сосед начал стричь газон. Помешала бы и нашу стричь. Сейчас сюда добавлю помидоры. Заложу. И сыр. Запеку это все. Зелень я сейчас не добавляю. Зелень добавлю при подаче. Чуть-чуть сверху посыплю. Здесь Дима уже натирает. Натирает морковь. Чтобы сделать морковь по-корейски. Я сейчас буду ее заправлять. Сейчас он натрет. Вот наша терка. Кто спрашивал, покупали ее... Ну, не помню, где в мини-маркте, по-моему. Все. Все в делах. Духовка у меня разогревается сейчас до 180-190 градусов. Я вот уже наложила сюда помидоры в гнезда. И отправляю вот так сначала в духовку. А потом ближе к тому, как они будут допекаться, уже добавлю сверху сыр. И еще на 5 минут в духовку, чтобы он так хорошенько расплавился. И все. Потом они остынут. Холодильник. А завтра уже при подаче чуть-чуть подогрею их в микроволновке или в духовке. Посыплю чуть-чуть зеленью. И на стол. Будет такие теплые, вкусные, такое горячие. Можно, кстати, их и холодными подавать, как холодная закуска. Можно, как горячие. Так, следующее блюдо тоже готово. Уже сделали морковочку по-корейски. Боже, какая красота. Сделала ее чуть-чуть со стрингой. Вот видно, что добавила перец чили хлопьями. И рецепт тоже есть уже на канале. Раньше делала ее. Оставляю ссылочку, конечно же, в описании под этим видео. Красота. Ну что, ребят, гнезда практически уже готовы. Запеклись. Я их выпекала при 190 градусов около 40 минут. 30-40 вот так. Ну, больше 40. Вот. Сейчас еще добавлю сыр. Посыплю сверху. И еще оставлю запекаться на минут 5-10, чтобы хорошо допеклось. Пропеклось сыр расплавился. И все. Я оставляю, вытаскиваю, оставляю их остывать. Еще одно блюдо наше готово. Доготовились наши гнезда. Сыр немножко расплавился. Сейчас это все остынет. Переложу все на тарелку. Такую большую, круглую. И под пленочку в холодильник. Завтра уже перед подачей. Чуть-чуть снова подогрею. Чтобы они были не горячие, но теплые. И сверху завтра чуть-чуть, может быть, посыплю зеленушкой какой-нибудь. А может и нет. Посмотрим по настроению. Все. Это уже тоже готово. Идут заниматься дальше другими делами. Всем еще раз привет. Доброе утро. У нас уже утро субботы. И я сейчас буду начинать заниматься, продолжать заниматься приготовлением блюд. Кстати, хочу сказать, что десерт у меня отменился. Потому что наша гостья написала мне, сказала, что она печет торт. Принесет с собой, привезет. Поэтому десерт я решила не делать, так как это будет много десертов. Я сделала такую ягодную больше тарелку. Хочу виноград туда положить. Ягоды, которые я купила на десерт. В общем, будет такая вот фруктовая ягодная тарелка. Вот так вот решили. И сейчас уже достала рыбу, чтобы она размораживалась. Буду ее печь уже. Рыба быстро печется, ближе к обеду. Сейчас хочу еще немножко поубирать. И потом буду заниматься дальше. Салатик нарежу. Нужно будет почистить картошку, замариновать шашлык. Дима еще не проснулся. Сейчас проснется и будем шашлык мариновать. Мы его маринуем очень просто. С луком, солью, черным перцем. Все. Больше ничего не добавляем. И получается идеально вкусный шашлык. Салатик нарежу. Салатик нарежу. Салатик нарежу. Продолжение следует... 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 Вот на этом все, сейчас еще в холодильнике там гавана, понятно, вся там вода, здесь спрайт, мята, коричневый сахар, это будем делать мохито, у нас еще есть мороженое, ну в общем еды хватит, я думаю, шашлык тоже сделают, уже он замаринован, как я показывала, и в принципе все, вот так мы встречаем гостей. Дима сегодня все-таки сам постриг газон, и стали мы ждать владельца дома, кого он там нанимает, постриг, потому что была совсем уже, высокая трава была, и тот газончик тоже, мангал ждет, готов, Дима его почистил хорошенько, там решетки, шампуры тоже принес, вот это мы вчера купили для розжига, какие-то такие кусочки, как они там называются, вот эти вот плетенки, и уголь тоже сейчас принесу, он в прихожей там в шкафу внизу. Все, практически мы готовы, ждем уже, скоро должны к нам гости, наши любимые, приехать. Ребят, ну что, толком не снимала, пока гости были у нас дома, потому что было не до этого, общались, мы давно не виделись, общались, сидели, смеялись, время пролетело так быстро, они приехали к двум часам, и уехали почти к девяти, не почти к девяти, вот к девяти, сейчас уже десять, где-то вот полчаса назад уехали, и реально не хватило все равно времени, хотелось общаться, общаться и общаться, очень классно посидели, очень круто, вкусно поели, шашлык получился просто замечательный, все-таки это мясо из Рэва, мне кажется, самое вкусное. Еще мы в этот раз добавили в шашлык минеральную водичку, думаю, из-за этого тоже он такой прям мягенький, классный, раньше мы не делали этого, вот, все получилось, все классно, делали коктейли, кстати, делали мохито в этих вот стаканах, которые я купила новые, очень вкусно получается, просто добавляли спрайт, лайм, мяту, коричневый сахар немножко, ну, где-то даже и не добавляли, потому что сам спрайт тоже такой сладковатый, в общем, коктейли просто мега классные, ну, и лед, кусочки льда, но мы их перебивали в блендере, чтобы такой, ну, крошками был лед, я вам не могу передать, как это вкусно, мы теперь, мне кажется, каждый день будем делать, это безалкогольный коктейль, если вы хотите алкогольный, то просто добавляйте там ром, там что еще, виски, что еще добавляют, вот что-то такое, но безалкогольный мне прям зашел, я давно мохито не пила, мне прям понравилось, все, посидели, я уже все поубирала, уже первая партия посудомоится в посудомойке, вторая партия ожидает в своей очереди через получасика, и все, и вечер вот так классно закончился, день прошел, завтра будем весь день отдыхать, в воскресенье, а с понедельника уже снова в работе, я в работе, и Дима в работе, в общем, все в работе будут, вот пока такие планы, сегодня, кстати, пока гости были у нас дома, и с всего этого поняли, что нам обязательно нужно купить на террасу столик, хотя бы маленький, хотя бы небольшой, но очень классно, мы по несколько раз выходили посидеть на террасе, потому что реально жарко было, и дома душно, и на террасе, конечно, посидеть очень классно, вот даже сейчас вечером, я бы с удовольствием сейчас вышла, посидела, просто на стульчике сидеть не хочется, все-таки хочется столик, чтобы был такой маленький, небольшой, красивенький, туда там чашечку чая, или какой-то коктейль, или водичку, просто посидеть, наслаждаться, у нас здесь такая тишина, такой запах чистый, то есть не слышно машин, вообще ничего, очень классно, поэтому я уже сейчас захожу в интернет, смотреть, какие есть столики, может быть, какие-то скидки, может, мне что-то понравится, если нет, то мы съездим в Юск, там, или какие-то такие магазины в Хельвик, которые есть у нас в городе, посмотрим, что есть из столиков, и, конечно, когда жара, то желательно бы, чтобы здесь был еще зонт такой большой, но про зонт еще точно не знаю, но столик я точно закажу, потому что прямо загорелась этой идеей, в общем, все получилось классно, все получилось весело, замечательно провели день, надеюсь, что таких встреч еще будет очень-очень много, все, идем отдыхать, идем уже высыпаться, завтра новый день, завтра тоже будем отдыхать, не хотим ехать ни на какое озеро, никуда, потому что людей там будет, море, я уверена, жара будет, просто дома хорошо, спокойненько отдохнем, и с новыми силами, новую рабочую неделю, ну, а с вами уже увидимся в новом влоге, спасибо огромное, что смотрите наш канал, что пишите комментарии, лайкайте, пишите свои советы очень часто, обязательно все читаю, принимаю во внимание, часто пользуюсь вашими советами, так что большое вам спасибо, наша ютубовская семья, увидимся с вами в новом влоге, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok